здравствуйте здравствуйте дорогие друзья это очередная бодрящая утренняя подборка все главных новостей за прошедшие сутки спасибо что остаетесь со мной спасибо вам за просмотр роликов от начала до конца благодарю за лайки за репосты за комментарии подписывайтесь на нас в телеграме в этом выпуске в россии обсуждают смену главы генерального штаба что с герасимовым переполох в чечне колыров пообещал отправить на фронт те кто нарушает порядок война в сирии война в сербии почему европа поддерживает сепаратистов косово и ненавидит донбасс москва сумела продавить магатэ и другие позитивные новости глава роспотребнадзора попова заявила что в этом году пришел тот вариант гриппа который наносит самый серьезный ущерб здоровью по ее словам система здравоохранения готова к приему большого количества пациентов с гриппом берегите себя слушайте это очень интересная такая картина получается мы с вами какое-то время терялись в догадках что же выберут наши граждане чиновники может быть птичий грипп внезапно заговорили про менингит внезапно заговорили про свиной грипп решили знаете ли народ не бесить пошли по другому пути нет знаете это просто грипп а вот обычный грипп но именно тот вариант который наиболее опасен для здоровья человека и если он настолько опасен то в принципе можно будет хоть маски ввести хоть qr-коды ввести хоть локдауны ввести но это же опасность правда а главное получать деньги из федерального бюджета на все эти профилактические мероприятия когда грипп даже самый опасный грипп приходил нашу страну 5 7 10 лет назад это никого особо не волновало а теперь прямо сейчас чеченские силовики проводят зачистку урус-мартана там вчера произошел конфликт между сотрудниками гибдд и собр последний дал оппоненту по щечину гаишник выстрел ему под ноги кадыров стал на сторону сотрудники гибдд особенно его разозлили люди которые снимали конфликт выкладывали в сеть он отдал команду зачистить город подозреваемых обещает насильно отправлять на войну силовики ходят по домам хватает людей громят машины идет силовая зачистка такие вот очень странные новости приходят нам из чечни там очень какая-то странная история в давний личный конфликт между двумя силовиками и прям при исполнении фиг с ним давай устроим разборки а люди на самом деле вокруг собрались стали угорать потешаться снимать о давай как будто это знаете на бокс пришли кадыров рассверепел очень интересная зарисовка конечно выставляет чеченскую республику в не лучшем свете что касается поведения силовиков что касается поведения собравшиеся толпы что касается реакции самого кадырова прям какая-то она прокомментируйте под видео здравствуйте нам нужна публичная глазка друзья присылайте то что у вас происходит то что вас реально волнует постараемся помочь чем сможем у марк кремлёв хочет сожрать два наукограда московской области под свой проект фата морганы наукоград большой серпухов от наукоградов ему нужен только научный статус это разного рода льготы вливание с федерального бюджета уж на них можно лапу накладывать вовсю развитие самих наукограда в проекте не предусмотрено убийство среди бела дня очень странная история остается две недели дорогие друзья молодцы что собираете подписи уже там больше 600 подписей собрано для небольших наукоградов это довольно серьезно молодцы что подключили профсоюзы надеется на то что все само собой разрушится не разрешится нет никаких оснований надо четко отдавать себе отчет у марк кремлёв тесно связан с кремлем его настоящая фамилия прошлая фамилия лут фулоев уроженец таджикистана который не гнушался тусоваться с очень подозрительными личностями вплоть до нациков среднеазиатских нациков которые считают что это они приезжают в россию наводить тут свои порядки лут фулоев сообщает что он неоднократно судимый гражданин примазался к власти стал главой сейчас уже бывший глава федерации бокса он ездит по другим странам якобы представляет россию и договаривается как будут спорт развивать естественно за российские деньги связан с различными мафиозными структурами у него очень серьезные знаете ли крышеватели в верхах например известнейший телеграм-канал администрации президента не за игорь его рекламируют при случае при каждом удобном случае понимаете за последний месяц его два или три раза упоминали это откровенная проплаченная реклама с одной стороны михаил ковальчук пытается присоединить район к своим наукоградом пущино и протвино ссылаясь на указ президента путина об объявлении 22-31 годов десятилетиям науки и технологий в россии его оппонент у марк кремлёв пытается наоборот взять под свой контроль пущино и протвино присоединив эти территории к серпуховскому району который он контролирует через федерацию бокса россии есть мнение что недавно назначенный глава серпухова сергей никитенко поставлен на должность именно по просьбе умара кремлёва то стим нужно просто знаете вот конкуренция олигархов захватить побольше территорий побольше населенных пунктов побольше жителей подо все это получать федеральное финансирование выбивать разного рода там гранты проекты все это класть себе в карман ничего не развивать ковальчук тоже знаете ли такой деятель и типа наука типа технологии и вот сейчас мы видим спецоперация где технологии где результаты вашей работы в могиле блин в черногори в черноморском районе республики крым хотят строить мусоросжигающий завод рядом с двумя заповедниками в самой экологически чистой части полуострова на мысе тарханкут мусор из краснодара из других регионов это вот важно понимать опять же они не хотят строить просто заводик я вообще против мусоросжигания я уверен мусор надо перерабатывать технологий более чем достаточно большинство стран мира от сжигания мусора отказывается заводы разбираются продаются только малая часть отобранного мусора сжигание которого наносит относительно скромный вред природе вот этот мусор сжигается у нас будут сжигать все подряд вся европа от этого отказалась это под запретом но мало того что они собираются построить мусоросжигательный завод так они его хотят сделать не только для крыма они собираются завозить мусор со всех соседних регионов потому что это деньги потому что за вывоз мусора и якобы за переработку это же у нас называется энергетическая утилизация это не сжигание мусора это энергетическая это переработка мусора в энергию они собираются на этом еще больше денег заработать чем больше мусора можно запихать в завод и хрен с ними заповедниками хрен с ним с крымом планируют сжигать в курортной зоне черноморского района здесь очень важно важно максимальная глазка это тоже друзья по вашим обращениям вообще за последний месяц пришло несколько обращений о том что вот именно сейчас почему-то власти решили строить мусоросжигательные заводы об этом раньше говорили то все и вот именно сейчас началась стройка знаете это очень похоже на ту картину которая связана с рейдерскими захватами мы с вами обсуждали ситуацию в кавмин водах на дальнем востоке приморском крае на сахалине рейдерские захваты вот именно сейчас когда народ заинтересован что там происходит спецоперации смотрят в одну сторону а шулер между этим шарит в ваших карманах страну грабит ускоренными темпами наукоград решили долбануть крым будет дышать мусором прекрасно в россии могут появиться магазины китайских брендов одежды обуви аксессуаров консалтинговые компании из китая в настоящее время активно запрашивают данные а вакант площадях торговых центрах в городах россии на данный момент на российский рынок вышла сеть лининг они открыли магазины в ряде российских торговых центров в апреле двадцатого года я все понимаю но мы собираемся своими товарами наполнять россию мы даже одежду не можем шить обувь мы не можем шить это как понимать уже девять месяцев понятно что возврата назад не будет что санкции на очень и очень долго с китайцами мы теперь дружим с турками с ираном свою промышленность экономику мы собираемся поднимать очевидно что нет минобороны рф опровергает слухи об оставке главы генштаба валерия герасимова вчера в воскресенье почему-то весь телеграм начал синхронно обсуждать кто же вместо герасимова что с ним такое кто-то вброс очень делает грамотно и масштабно на самом деле это может говорить о том что спецоперация близится к своему завершению либо к очень хорошему и тогда герасимов это не тот человек который должен получить лавры победителя какого-то другого человека назначат что он гениальный проводник нашего успеха и вот именно он может стать например преемником путина или наоборот все плохо хотя это менее вероятный вариант по моим прикидкам это возможно военное поражение россии сейчас возможно только в случае какого-то капитального предательства из москвы и тогда на какого-то человека надо все списать повесить всех собак а его грядущие отставки заявили российские телеграм-каналы в телеграм-канале минобороны перепостили сообщение аффилировано с российской властью паблика война с фейками где говорится что герасимов остается на своей должности мишустин утвердил правила для получения единовременной выплаты мобилизованными и контрактниками вооруженных сил рф согласно документу получить деньги военнослужащие должны в течение 10 дней с момента подачи рапорта командиру воинской части спасибо михаил что теперь военные могут получить те деньги которые обещали два с половиной месяца назад 21 сентября была объявлена частичная мобилизация буквально на следующий день или через день было сказано что люди будут получать приличные зарплаты там 200 тысяч и будут получать единовременные выплаты два с половиной месяца решали как же это все надо как это все мобилизация ну честное слово какого хрена уроженцы донецка утверждают что под воронежем их похитили силовики вывезли в поле и ограбили на 150 тысяч долларов это где-то 10 миллионов рублей эти деньги они везли на гуманитарную помощь донбассу силовики похитили или люди одеты форму силовиков с соответствующего цвета машиной с вооружением и так далее волонтеров похищают которые донецку пытаются помогать и грабят как вам такая история тимофей ермаков военкор наш товарищ пишет интересную заметочку в москве все стабильно выхожу с ростовского поезда из вокзала ловлю яндекс такси в приложении стою весь такой в милитаре и кепке z но он ходит там в донецке вообще все ходят с буквами z и так далее подъезжает туловище на октаве высаживает пассажиров вытаскивает их чемоданы из багажника окидывает меня взглядом и с мягким южно-украинским акцентом говорит что не получится мне с ним ехать наряд резонных вопросов вместо ответа долго мялся что срочно надо на базу и все в таком духе в москве таксисты отказываются возить людей которые могут иметь отношение к спецоперации в москве безумное количество людей которых никто не контролирует если вдруг на красной площади взорвут какую-нибудь не дай бог неопознанный предмет там подозрительный пакет в московском метро возможны теракты все что угодно возможно абсолютно все что угодно у нас же кого умеют ловить оппозиционеров всяких там навальнистов или левых свободу кириллу украинцеву на всякий случай при случае до москвичей те кто без маски ходит а мигрантов месяцами ищут потом оказывается они успели уехать в свои солнечные республики в случае каких-то тяжких преступлений видеообращение расходятся по сети очередной скандал мобилизованных из кемеровской области привезли полураздетыми и вместо того чтобы эффективно убивать украинцев они могут просто замерзнуть без термобелья нет у них и брони нормальной честно говоря таких обращений стало гораздо меньше схлынул поток возможно это связано с новыми ограничениями которые вступили в силу 1 декабря с другой стороны что интересно у них хоть какой-то бронежилет есть не страйкбольный за закрыта грудь закрыта спина у них есть хоть какая-то одежда пусть не зимняя хотя бы осенняя это уже уже прогресс глядись через полгодика появится все остальное ну дронов конечно не появится квадрокоптеров квадроциклов но прогресс прогресс наблюдается я прям честное слово немножко немножко порадовался с этого видео как говорится на безрыбье и рак рыба хотя стыдно конечно к стыду привыкаешь для тех кто интересуется политикой это как воздух испанский стыд за то что творят наши политики и чинуши согласно постановлению правительства рф единовременную выплату контрактникам и мобилизованным надо будет вернуть если супруга военного откроет счет за границей или если военнослужащий будет привлечен к уголовной ответственности в том числе за сдачу в плен я правильно понимаю что если военнослужащий будет привлечен к любой уголовной ответственности ну например у него будет отпуск он с кем-то подрался надо будет вернуть государству деньги это какая-то попытка дисциплинарной меры чтобы люди хорошо себя вели или в челябинске назревает социальная катастрофа жильцы общежития на улице мира дом 102 категорически отказываются покидать свой аварийный дом даже несмотря на угрозу обрушения и перспективу замерзнуть заживо в своих комнатах отопления в большинстве помещений просто нет подвал превратился в баню из-за очередного прорыва изношенных труб власти челябинска объявили режим повышенной готовности просят людей эвакуироваться в маневренное жилье это такие же убитые общаги и коммуналки такой вариант жители общаги не устраивает в клоповниках и маневренных квартирах им придется жить до 36 года вот это как понимать наша власть хвастается вот смотрите мы смогли в мариуполе за два месяца построить целый госпиталь слава богу вы почему не можете расселить людей из аварийного жилья это ваша прямая обязанность на это выделяются деньги из бюджета вы собираетесь людей 15 лет переселять 15 лет ну как назвать этих людей но это сущие мрази мне говорят павел ты пытаешься устроить в стране революцию переворот это я вот смотрите наш опрос кто готовит россию к революцию бунту к майдану 82 процента я с вами полностью согласен сама власть людей и доводит это не паша делает не платошкин неделягин даже не либералы реальная причина главная причина грядущего социального взрыва который вот с такими щенушами просто не минуем это конечно это конечно наша российская власть это есть главная причина то что они делают и что они не делают хорошо у вас сейчас не осталось нормального жилья для расселения людей хотя дом стал аварийным не вчера эта история тянется уже несколько лет почему вы не построили дома хорошо не успели за три года можно построить дом гарантировать людям что через три года они переедут затяните на год хорошо через 4 до через 4 года люди переедут это вменяемые цифры 15 лет это целое поколение если они и так полуразваленные это маневренное жилье клоповники через три года надо будет опять переезжать но не в новый дом а в другой полу развалившийся пока там не рванет и оттуда не надо будет сбегать россия потратит до 5 миллиардов 700 миллионов рублей на создание русскоязычных школ в таджикистане в прошлом году российское правительство выделила 150 миллионов баксов на строительство русскоязычных школ более 10 миллиардов рублей то есть строят пять школ за 10 миллиардов рублей еще на оснащение знаете на компьютерные классы на интерактивные доски на красивые пособия еще почти 6 ярдов а можно вот нижневартовску какому-нибудь тоже 10 миллиардов рублей на строительство новых школ можно кемеровской области сахалину вологодской области мурманской области якутии хакасии калмыки ингушетии можно получить по 10 миллиардиков с барского плеча на строительство школ еще по 6 миллиардиков на их оснащение я просто охреневают этих новостей в россии непонятно что происходит мы оснастим таджикистан логика очень понятно нам нужны эти мигранты россия вымирает все быстрее кто же будет на российских олигархов готовить нам очень нужны русскоязычные трудолюбивые южане в русских школах будут учиться таджики будут сюда приезжать замещать собой коренные народы российской федерации русских татар украинцев белорусов и азербайджанцев и армян всех кто уже успел здесь обосноваться говорит на чистом русском языке живет по правилам нашего общества по нашим законам такие нам не нужны создавать условия для реальной многодетности не хотят заставляют реальной помощи не оказывают русская православная церковь в молитвах мне не верится что я это читаю приравняла путина к архангелу михаилу русская православная церковь назвала выданных воен выданных военным молитвенниках владимира путина архистратигом предводителем небесного воинства в фильме война и библия на телеканале спас показали текст молитв где российского президента называют мужественным архистратигом и боголюбивым правителем российским архистратигом в православии называют архангелом михаила главу войска ангелов император павел так назвал полководца александра суворова присваив ему звание генералиссимуса протодиакон андрей кураев назвал эту молитву еретической оказывается богоматерь кровь свою за нас на поле брани проливающая и этим нас спасающая сообщают что из-за погодных условий массовая задержка поездов направления москва-казань по неподтвержденной информации 12 поездов задерживают движение из-за наледи ржд не комментирует ситуацию я спокойно отношусь к тому что самолеты могут задерживаться из-за непогоды но в 21 веке поезда задерживаются из-за непогоды это что-то новенькое он не просто вор, а редкий вор бизнесмен Сергей Полонский обвинил основателя альфа-групп Михаила Фридмана в мошенничестве и вымогательстве битва двух олигархов Сергея Полонского, это тоже один из богатейших людей России был до кризиса 2008 года миллиардер, беглец, либерал и вот любитель Украины Михаил Фридман его слова прозвучали в эфире RTVI позже в пресс-службе Альфа-банка опровергли все обвинения в адрес Фридмана заявив, что подадут встречный иск о клевете прекрасная-прекрасная история либералы продолжают грызню между собой то невзлин русофоб объявил, что с командой Навального недопустимо дружить и сотрудничать потому что они считают себя единственной возможной оппозицией а всех остальных даже никак не связанных с Кремлем и так далее поливают грязью ну вот, продолжение марлезонского балета власть РФ рекомендовали мемориалу отказаться от Нобелевской премии мира из-за неподходящих соло-уреатов рассказал представитель организации Ян Рачинский в интервью BBC он назвал решение Нобелевского комитета присудить премию правозащитникам Украины, России и Белоруссии замечательным поскольку оно показывает, что гражданское общество не делится национальными границами правда, не делится? расскажите тогда, пожалуйста, мемориал активно поддерживал репрессированных Порошенко на Украине репрессированных Зеленским на Украине когда там запрещали целые политические партии мемориал активно выступал в их защиту свободу политзаключенным там сотни человек сидят вообще по надуманным обвинениям из них вымогают деньги их пытают это длится уже много лет потому что они имели отношение к коммунистической партии или вот сейчас гонение на русскую православную церковь вот эти правозащитники вот это гражданское общество почему оно только кого надо защищает Медведев вновь продемонстрировал свою полную некомпетентность он пожелал увидеть финал чемпионата мира по футболу без вражеских стран с участием Аргентины и Марокко накануне стало известно что Марокко первой из африканских стран приняла решение о поставках военной помощи Украине Медведев это же не просто какое-то говорящее пугало это же бывший президент сейчас это глава замсекретаря Совета Безопасности это человек, который имеет может быть не первостепенное но отношение к ядерной кнопке и он даже не в курсе кто враг, кто не враг он не в курсе что Марокко поставлял оружие Украине Стрелков делает новое интересное заявление я напомню он семимильными шагами делает движение в российскую политику Запад заинтересован в войне на истощение чтобы Российская Федерация как можно больше воевала и дольше воевала с Украиной пока социально-политическая обстановка не истончится пока доверие к властям не достигнет критического уровня и не повторится февраль 2017 года после чего уже не встречая никакого сопротивления войска НАТО, не неся потерь займутся миротворческими операциями на территории Российской Федерации потому что воевать в случае падения здесь центральной власти им будет просто не с кем возможно и такая схема я напомню, что во время гражданской войны в Россию массово заходили в кавычках союзнички здесь на Дальнем Востоке были и американцы и на русском севере в Архангельске высаживались британцы и кого тут только не было все приходили пограбить понасиловать, поубивать лидер ЛДПР Слуцкий встретился с Бутом по некоторым данным в ходе встречи Слуцкий прямо предложил оружейному барону вступить в партию но однозначного согласия от Бута так и не получил пока Бут готов сотрудничать со Слуцким только в рамках возглавляемого им комитета Госдумы по международным делам но лидер ЛДПР сливаться не намерен и хочет продолжить диалог с Бутом Бут не просто торговал оружием но и помогал латиноамериканским наркокартелям всю прошлую неделю про Бута прожужжали просто все уши а почему? чем он так ценен? тем, что у него в камере висел портрет Путина? серьезно? он же реально торговал оружием ну то есть по доступной информации этот человек продавал оружие с советских еще складов с запасов он продавал его просто всем кому ни попадя в том числе радикалам экстремистам террористам наркокартелям собственно во время одной из таких сделок его и взяли и повязали глава Магате Гросси рассказал каков должен быть главный принцип при создании зоны безопасности вокруг запорожской атомной электростанции мы давно следим за развитием этой ситуации и теперь она принципиально иная по его словам речи о полном прекращении огня в регионе или демилитаризации объекта не идет однако стороны должны пообещать не стрелять по станции или с ее территории обезопасить крупнейшую в Европе электростанцию Гросси надеется до конца года в РФ говорят что это возможно но Украине же требуют исключить Россию из МАГАТЭ за ядерный терроризм я напомню Гросси много раз говорил да вы знаете кто-то обстреливает эту станцию но мы ну никак не можем понять кто же ее обстреливает очевидно что если эта электростанция занята Российской Федерацией то обстреливает ее Украина много месяцев разговор шел о том что Россия просто должна ее освободить и передать под управление каких-то международных инспекторов которые будут действовать в интересах Киева это естественно сейчас все мировое сообщество так называемое действует в интересах Киева теперь важнейшая перемена произошла речь о полном прекращении огня демилитаризации объекта не идет этот объект даже по замыслу Гросси остается за Россией это реально дипломатический успех дипломатическая победа второй успех Российской Федерации Эрдоган провел телефонный разговор с Путиным сообщают турецкие СМИ и тут же Турция начала пропускать нефтетанкеры через Босфорский пролив еще 10 декабря 27 танкеров ждали прохода а спустя сутки их количество снизилось до 19 пробка образовалась потому что Турция требовала письмо от страховых компаний кроме того пишут металлургическая сделка не за горами Эрдоган по итогам переговоров с Путиным заявил что стороны могут начать работать над экспортом различных продуктов питания а постепенно и других товаров в рамках зернового коридора Путин позвонил Эрдогану который просто все соки пьет всю выгоду загребает от сотрудничества в кавычках сотрудничества с Россией он просто ставит Россию на колени ну слава богу наконец-то он пропустил танкеры и готов пропустить зерно большой вопрос конечно что Путин взамен ему пообещал но динамика позитивная и Эрдоган и Гросси вдруг делают какие-то шаги навстречу власть РФ намерены продолжить военную спецоперацию на Украине считает администрация Соединенных Штатов я думаю что именно из-за военных успехов постепенно России получается и дипломатические вопросы урегулировать об этом заявил координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности США Джон Кирби цитата то что мы видим на месте событий этот человек Владимир Путин намерен продолжить военные действия против Украины то есть американцы говорят Путин не отступится Путин будет дальше воевать но это они как бы свои предположения высказывают ну скорее всего правильные но в это же самое время Украина так говорит то же самое глава Минобороны Украины Резников сообщил что на фронте из-за погоды снизилась активность но после подмерзания грунта ВСУ обязательно пойдут в атаку на трассе 03 в Бахмут Артемовск у поста ГАИ взорвали мост перекрыв дорогу на Славянск в каких случаях взрываются мосты в случае отступления Украинцы судя по всему теряют Бахмут Россия ведет успешное наступление ВСУ потеряли более 10 тысяч бойцов из-за призывов президента Зеленского не сдавать Бахмут речь только об одном направлении об одном участке фронта 10 тысяч бойцов об этом сообщает The Daily Telegraph это не Russia Today это не комсомольская правда это крупнейшее западное издание Daily Telegraph 10 тысяч человек только в Бахмуте вдумайтесь две недели назад полторы разгорелся серьезнейший скандал когда Бербок представитель Евросоюза по-моему это была она заявила что Украина потеряла 100 тысяч человек если только в Бахмуте потеряли еще десятку но это просто катастрофа за час ВСУ выпустили по Донецку 30 ракет из Града я в свои ежедневные подборки не вставляю информацию о том насколько интенсивно обстреливают Донецк в последнее время его обстреливают очень сильно и если вы со мной смотрели мои беседы с военкорами то вы знаете что обстрелы мирных кварталов Донецка ведутся в двух ситуациях первое Украина хочет закрепить свой успех и усилить психологическое давление вот ваши проигрывают мы скоро и до вас доберемся обстрел обстрел или наоборот из чувства мести когда они проигрывают они начинают более интенсивно обстреливать мирные кварталы судя по тому насколько за последнюю неделю мощно долбят по Донецку они реально понимают что они теряют Донецкий фронт по направлению на Бахмут идет серьезное наступление Сирию ждет непростая зима из-за топливного кризиса в условиях падения государственных доходов и перебоев с поставками из союзных стран центральные власти поэтапно вынуждены идти на непопулярные меры ну и самое главное почему я вам это зачитываю официальные лица в Дамаске объясняют кризисные явления задержками со стороны России и Ирана фактически сейчас Россия теряет Сирию возможно разговор Путина с Эрдоганом и касался того что теперь Эрдоган получает безраздельное влияние над Сирией и пожалуйста ребята торгуйте нефтью торгуйте зерном мы вам мешать не будем зато мы получим Сирию а в Сирии запасы нефти которые Турция в том числе может и захопать у Киева есть средства для удара по Москве самый простой но самый рискованный была бы диверсионная операция альтернативой саботажей является удар беспилотника нет никаких технических причин по которым Киев не мог бы нацелить беспилотники на Москву дроны могут летать на расстояние до 620 миль и судя по всему смогут преодолеть и московскую ПВО но прежде чем совершить удар по Москве украинские лидеры сначала должны были бы согласиться с утверждением что нападение на город и убийство мирных жителей ускорит окончание войны очень много сейчас идет разговоров о том будет ли Киев продолжать свои дальнобойные атаки по центру России вывод абсолютно неверный Киев не хочет окончания войны Киеву выгодно продолжение войны максимальное затягивание максимальное ослабление что России что Украины против решения Байдена обменять Бута на баскетболистку Грайнер практически в полном составе резко выступала администрация президента США сообщает The Washington Post это еще одна тема которая обсуждала всю прошлую неделю вот этот обмен Бута оружейного барона он вообще как бы ну кому выгоден больше Джозефу Байдену который получает мощнейший политический бонус потому что баскетболистка она темнокожая еще и лесбиянка и ее спасти из плена это же просто козырь выясняется что нет все-таки это больше победа России об этом пишет Washington Post New York Times сообщает администрации Байдена удалось снизить цены на бензин до уровня 21 года цены на нефть снизились на 40% от июньских максимумов а у нас почему-то об этом никто не говорит помните как летом радовались вот нефть какая дорогая вот все в Америке сейчас будет там то-се но они переломили ситуацию в свою пользу они достигли успеха расскажите мне в России за это время бензин подешевел на 40% заметили как у нас бензин стоил там 60 рублей а стал стоить 60% от 60 36 рублей заметили такое подешевение что-то я не заметил хотя я сам не автомобилист но тем не менее в новостях не передавали два взрыва прозвучало в районе города Косовска Метровца стрельба на протяжении 15 минут фиксировалась неподалеку от города Зубин поток по информации из Дании два взрыва были зафиксированы в населенном пункте Звичан расположенном в нескольких километрах от Косовской Метровицы Сербия это наиболее пророссийская страна Европы и мира и там после множества попыток в начале августа в начале сентября в начале октября несколько раз это переносилось переносилось плевать урегулировали один вопрос нашелся другой повод как мы с вами обсуждали косовские сепаратисты просто взяли и заняли ввели свой спецназ туда где его быть не должно по международным соглашениям это была открытая агрессия со стороны косовского правительства Сербия пытается защититься строятся баррикады и так далее наоборот Сербию обвиняют в агрессии косово 15 декабря подаст запрос о членстве в Евросоюзе это нарушение вашингтонских соглашений заявил сербский президент Вучич еще раз косово это непризнанная республика даже не все страны Евросоюза ее признают как может непонятно что вступать в Евросоюз это все равно что если бы сейчас Донбасс потребовал принять его в Евросоюз Вучич заявил что Сербия направит запрос командующему Мисси НАТО на введение в Косово сербского контингента сил безопасности конечно получит отказ в свою очередь Баррель потребовал от сербских властей убрать баррикады в Косово заявив что Евросоюз не потерпит нападение на ее миссию в Косово военная полиция непризнанного Косово с полным вооружением на бронетехнике заняла важнейший объект на плотине Газеваде местные СМИ пишут что бойцы подразделения Росу сорвали сербские флаги прогнали местную охрану глава МИД ФРГ Бербок выступил на стороне Приштины в конфликте с Белградом Косово снизило напряженность отложив местные выборы недавняя риторика из Сербии сделала обратное приложение об отправке сербских сил в Косово совершенно неприемлемо как и последние атаки на Косово то есть то что Косово свой спецназ выдвигает захватывает какие-то объекты это хрен с ним то что Сербия пытается этому противостоять это агрессия США и Приштина не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косово заявляет президент что Путин удивляется как это так Меркель обманула нас с минскими соглашениями и Вучич они не соблюдают а вы что это вчера поняли когда вы узнали что Запад как гегемон позволяет себе абсолютно все что угодно ему плевать на договоренности он просто англосаксы кидают всех кого возможно и и чего республика Косово это сепаратисты но вы понимаете это другое то есть смотрите Донбасс решил отсоединиться и Крым решил отсоединиться от Украины присоединиться к России нет нельзя ни в коем случае Косово решила отсоединиться от Сербии присоединиться к Албании нет это мы поддерживаем это нам нравится вот двойные стандарты на 200% англосаксы продвигают исключительно ту политику которая им выгодна присоединение Донбасса к России усиливает Россию нам это не выгодно мы против этого отсоединение Косово от Сербии ослабляет Сербию нам это выгодно это мы поддерживаем десятки раз слышал при Путине такого не было как раз бомбардировки Белграда в 99 году произошли при Ельцине если бы Путин был президентом такого бы не случилось сейчас посмотрим что будет делать Путин у России лишних людей нету лишних сил ресурсов нету мы из Сербии выводим свои войска перебрасываем технику на Украину еще Сербии помогать кто будет если спецоперация на Украине завершится можно будет горячих голов добровольцев отправить решать косовский вопрос пока что таких возможностей нет президент Бразилии Жейр Болсонару вышел из дворца Альва Радо в Бразилии в пятницу впервые обратился к протестующим с тех пор как прошли выборы и он их проиграл запаситесь наличными едой и бензином советуют военные в Бразилии сейчас может начаться гражданская война компания Экта Лайф представила концепт первой в мире установки для искусственного выращивания младенцев по плану она должна высиживать 30 тысяч младенцев в год искусственная суррогатная мать установка для вынашивания людей 30 тысяч в год а будущие родители могут наблюдать за своим чадом в приложении на смартфоне как при этом у ребенка будет формироваться психика контакт с матерью память потому что ребенок даже различает голос отца когда находится в утробе трансгуманизм как он есть любопытная история на фоне обсуждения возвращения шоу импровизации в эфир ТНТ участники шоу пришли в гости к ютуб каналу Клик Клак и во время эфира это популярные юмористы умудрились подробно обсудить школьные домогательства в частности комик Антон Шастун рассказал об игре с приставаниями к девочкам даже поведал свою историю как он однажды пощупал девушку за ягодицы та осталась к нему равнодушной история и самообсуждение вызвали бурную реакцию в комментариях к видео и в твиттере где девушки начали делиться своим опытом домогать из школе и отмечать что это вовсе не так смешно как рассказывают участники импровизации это очень непростая тема у нас вообще об этом говорить не любят особенно учителя ой ну там дети что-то там играют там настоящее домогательство самое настоящее домогательство начиная там с третьего класса случая изнасилования о которых люди рассказывают только когда им там 40 лет исполняется они даже многие не понимают вообще что это как это и как с этим жить в профессиональном сообществе об этом вообще не принято говорить это наши дети им надо рассказывать про патриотизм и про священные тексты это же детишки которые носятся друг за другом с ножами по школам и убивают друг друга и насилуют друг друга рязанцы выловили и избили педофила тиктокера технофокса в свои 27 лет он пытался совратить 12-летних девочек и отправлял им интимные фотографии сначала на педоблохера написали заяву в полицию но тщетно в итоге технофокса отправили на самосуд поймали просто избили капитально подождите еще раз история человек ведет блок маленький параллельно фотографирует свои причиндалы отправляет девочкам со словами 12-летним 14-летним в два раза младше его то есть у нас по закону педофилии считается там если парню там уже есть 18 а девушке 15 это уже недопустимо там разница 3 года ну то есть если парню 27 а ей 12 но это самая кондовая настоящая педофилия еще не хотел чтобы ей 10 лет было да то есть это прям педофил всю эту информацию передали правоохранительным органам но почему-то органы этим не заинтересовались вот тадам Россия щедрая душа находим бабушку которая продает яйца и птицу договариваемся увеличить курятник покупать зерно взамен получаем натуральные продукты друзья это одна это одна из форм незаводства организации о которой рассказывает и призывает наш подписчик если бабушка держит у себя 10-20 единиц птицы то не так много труда составляет если она будет содержать не 20 голов птицы а например 50 и соответственно гораздо больше будет яиц и мясо найдите бабушек которые торгуют яйцами и предложите вы им покупаете корма какие-то может быть пищевые добавки для птицы а взамен они вам дают поток натурпродукта дают вам яички им хорошо бесплатный корм работа не намного будет работа не намного будет больше и вам хорошо у вас питание гораздо дешевле чем в разного рода магазинах плюс натуральное друзья объединяйтесь только вместе мы сила создавайте профсоюзы радийские комитеты комитеты солдатских жен и матерей создавайте благотворительные организации волонтерские потребительские кооперативы дома управления объединяйтесь с теми людьми которые могут помочь вам и кому можете помочь вы всех вам благ берегите себя спасибо за просмотр очередной бодрящей подборки спасибо за просмотр спасибо за просмотр